Общим чаянием всех родителей является здоровье детей и их безопасность. По статистике, каждый 20-й пожар в России происходит в результате детской шалости или неосторожности с огнем. Почти все дети проявляют интерес к огню, не осознавая в полной мере его опасность. Их неудержимо манит к этому чуду природы. Так как же научить детей пожарной безопасности, узнавали Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Пожар легче предупредить, чем потушить. Вор оставит хотя бы стены, а пожар – ничего. Эти выражения известны каждому, но пожаров от этого меньше не становится. Пожарной безопасности надо учить всю жизнь и начинать как можно раньше. Поэтому в гости к школьникам на детскую летнюю площадку в школу номер 3 пришли пожарные. И совместно с работниками Всероссийского добровольного пожарного общества Славинской городской организации провели занимательный урок. Значит, ежегодно мы совместно с пожарной службой проводим месячники пожарной безопасности среди населения и среди учащихся в школах и детских садов. Значит, в этом году у нас запланировано охватить этими мероприятиями около 700 человек, 750 человек. Это Ивачуево наметено приехать в учебные учреждения. Это здесь по садикам, по школам в городе и также по районам. Алексей Ногайцев отметил, очень важно, чтобы ребенок осознавал, что спички – это не игрушка, а огонь – не забава. И чтобы у него с самого раннего возраста формировалось убеждение о пожаре, как о тяжелой беде. Дома родителям необходимо учить ребенка правилам пользования бытовыми электроприборами и газовой плитой. В школе – учителям правилам поведения в случае возникновения пожаров. Если они будут знать и соблюдать эти правила, конечно же, их обезопасит в дальнейшем, непосредственно в жизни. Или, к примеру, случится такая ситуация, когда ребенок один остался дома и знает, что необходимо позвонить по телефону 01. Или сообщить взрослым, что где-то он, к примеру, увидел пожар. В ходе проведения урока дети увлеченно слушали о том, что собой представляет огонь, какую пользу и опасность он несет людям. Опасные последствия и недопустимость игр со спичками, причины возникновения пожаров и о том, как себя вести. Познакомились с огнетушителями, пожарно-техническим вооружением машины. Мне очень понравилось. Когда я был в пожарной машине, там было очень много разных вещей. И огнетушителей много, приспособлений водяных. При виде элементарных навыков осторожного обращения с огнем и умения правильно действовать в случае обнаружения возгорания, дети должны узнать как можно раньше. Ведь незнание правил безопасности может стать причиной трагедии. Часто беда приходит из-за детской неосторожности в обращении с огнем. Именно поэтому пожарные начали обучать безопасности со школьной скамьи. Мне очень понравилось. Там очень много инструментов. И очень интересно. Я буду соблюдать правила пожарной безопасности. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...